Здравствуйте! В эфире национальное телевидение Чувашии, программа «По существу». И сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Алена Игоревна, добрый вечер. Добрый вечер. Алена Игоревна, как завершается год? Я вам скажу, что год завершается достаточно продуктивно. Принята очень важная инициатива. Мы рассмотрели в Государственной Думе больше полутора тысяч законопроектов. И принято нами более 400 проектов законов, по которым мы уже с 2018 года фактически будем жить. И, конечно, самые важные, на мой взгляд, инициативы – это инициативы, внесенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по поддержке материнства, семьи и детства. В первую очередь, это вопросы о продлении материнского капитала до 2021 года включительно. И причем возможность расширяется его использование, возможность получения выплат ежемесячно. Фактически, половиной претендующих на получение материнского капитала, половина людей смогут получать эти ежемесячные выплаты. То есть не занижены условия, поэтому достаточно комфортно будет, предоставив определенные справки, получить эти выплаты на ребенка. Потом по рождению первенца тоже будет ежемесячная выплата по достижениям полутора лет. Это очень важная инициатива, потому что она действительно помогает в такое трудное экономическое время рассчитывать. Во-первых, еще и материнский капитал можно будет тратить на присмотр и уход за ребенком в детском саду уже с двух месяцев фактически. То есть расширяются возможности. А здесь точно такая же примерно по объему выплата. Это где-то будет около 10-10,5 тысяч. И тоже можно будет вполне ей распоряжаться. И здесь есть условия, что это примерно на одного человека в семье расчет полуторакратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения. Алена Игоревна, приходилось слышать такие вот опасения, которые высказывались, что бюджет уже на следующий год сверстен, принят, утвержден, а инициативы были озвучены чуть позже. То есть хватит ли финансовых возможностей? Есть резервы. Поэтому, конечно, всегда, в том числе под президентские инициативы, держится резерв. Кроме того, велись разговоры, потому что правительство предполагало, ввелся расчет, насколько мы можем себе это сегодня позволить. Поэтому, конечно, примерно предполагалось, что на это нужно будет потратить. Кроме того, мы же еще просили решить проблему с дошкольным возрастом. То есть это строительство фактически садов уже для ясельного возраста детей. Поэтому здесь тоже, скорее всего, в следующем году начнут выделяться деньги. Мы рассчитываем, что где-то по 25 миллиардов в год для решения этой проблемы. Потому что еще десятки тысяч детей стоят в очереди. И, конечно, родителям было бы здорово реализовать норму закона 273 о возможности отдать своего ребенка в детский сад с двух месяцев. Для себя лично, что вы можете отметить в качестве вот такого очень положительного итога? Чего добились лично вы? Ну, во-первых, хочу отметить, что мы уже с вами обсуждали те законодательные инициативы, которые я внесла. И действительно очень важно иметь возможность их отстоять. И у нас уже есть предварительная поддержка Министерства образования. Поэтому я надеюсь, что в начале следующего года, в особенности по законопроекту по восстановлению трудовых прав педагогов, в части оплаты любой установленной формы госитоговой аттестации мы постараемся принять. Я надеюсь на это, потому что присоединилась к инициативе уже около ста моих коллег-депутатов. Поэтому для меня это вот такие личные, наверное, моменты. Кроме того, было еще несколько тоже таких важных инициатив. У меня за этот год получается 10 внесенных законопроектов, вот кроме тех, которые еще мы обсуждали. И один из них – это ужесточение ответственности за терроризм, финансирование терроризма. Есть еще, конечно, очень важные такие законопроекты, которые лично для меня важны, как для человека, который сочувствует животным. Мы ужесточили законодательство, уголовный кодекс, ответственность уголовную за причинение вреда животным. Сегодня животное – это уже не вещь по нашему закону, и мы уже приняли закон о запрете притравочных станций. И я надеюсь, будем двигаться вперед, потому что, правда, говорит правильно Вячеслав Викторович Володин, председатель Госдумы, что даже охотники не могут себе позволить специально нанести вред животным. Они охотятся для еды в большей степени, для того, чтобы добыть животного в пищу, нежели поразвлекаться и сделать ему боль. Ну, скажем так, что даже охота – менее жестокое занятие по сравнению с тем, что, к сожалению, нам приходится видеть и слышать. Так получилось, что именно этот вопрос вызвал очень много обсуждений в Государственной Думе, потому что среди депутатов есть охотники, я уверена, и среди наших телезрителей тоже. Вот на самом деле на обычную жизнедеятельность наших охотников это никак не влияет. Это закрывает просто душераздирающие картины, вот с глаз долой, в том числе и с Ютуба запрещены кадры, Роскомнадзор будет блокировать сайты, потому что детская жестокость в том числе формируется именно отсюда. Нужно убирать эти все кадры и воспитывать наших детей на добре, а не на вот такой жестокости. – Какой задел оставили себе на следующий год? С чего вы его начнете? – Ну, буду в дальнейшем добивать свои законопроекты, в том числе и по правам студента, получать образование на специалитете, даже если он закончил бакалавриат. То есть буду продолжать отстаивать это право, потому что специалитет у нас сохранился немного где. То есть я думаю, что можно было бы это позволить. Второе – хотела бы освободить от НДС докторантов, потому что это просто несправедливо. Аспиранты освобождены, а докторанты нет. Поэтому, мне кажется, было бы правильно в следующем году тоже рассмотреть инициативу по поводу целевого приема. Нужно изменить ситуацию. У нас в Чувашии в каждом районе, когда мы приезжаем, до сих пор есть проблемы. Люди подчеркивают, что нет специалистов-медиков, специалистов-педагогов-профильников, география, история, прочее. Есть проблемы с этим, английского языка. Поэтому, конечно, нужно принимать сегодня уже изменения и уже жить по-новому на самом деле. Заключать трудовые договоры со специалистами, выпускающимися, которые будут отрабатывать фактически затраченные на них средства там, где уже подскажет республика, подскажет государство. Насколько я помню, была у вас еще одна инициатива о том, чтобы пересмотреть систему штрафов для образовательных учреждений за превышение норм. Вообще идей много, честно вам скажу. На самом деле над ними еще нужно будет поработать. К сожалению, абсолютно, на мой взгляд, неадекватно ведет себя. Ну, вообще, госполитика в этой сфере сегодня неадекватна, не отвечает реальности. На мой взгляд, нужно межведомственное решение сегодня предотвратить взимание штрафов с образовательных организаций, будь то детские сады, школы, за переполненность группы классов. Фактически по Конституции школа не может, директор, не может отказать в принятии ребенка в школу. Вот он идет сюда, да, переполненный город, переполненный район, например, да, и дети, они должны получать образование. Но переполнен класс. И в этой связи, потому что нормативы СанПИН не выполняются, приходит штраф. То же самое и с детскими садами. Но не получилось у государства еще построить нормальное, нужное, адекватное количество школ. Это не делается в одночасье, очевидно, что минимум год строится школа. Кроме того, она стоит фактически миллиард рублей. Поэтому, конечно, пока не будет построена школа, эту меру просто временно можно было бы заморозить. Хотя бы к старым школам. К новым можно было бы применять уже новые нормативы. Такое предложение. Потом, на мой взгляд, уже нужно начинать делать, а не говорить по поводу поднятия статуса учителя. Здесь есть ряд подводных камней. И я думаю, что все знают, что сейчас начисляется зарплата за несколько ставок. Фактически за 2-2,5 ставки. Нас педагоги перегружены. Соответственно, не надо удивляться, если падает качество образования и качество подготовки самого педагога к урокам. Поэтому, конечно, нужно заниматься отдельно и детьми, и культурой родителей. Сейчас обсуждается вопрос возможности запрета на пользование во время уроков мобильным телефоном в наших школах, образовательных организациях. Поэтому, конечно, есть вопросы. Это убрать дифференциацию заработных плат между столицей и регионами. Можно было бы это сделать, но такое мое предложение. Коллеги тоже в Комитете по образованию высказывались в пользу этого предложения. Это, например, придать статус педагогу в статус госслужащего. Потому что, фактически, это государственная миссия – обучать детей. То же самое касается и врачей. Но больше это касается моей сферы образования. Я работаю в Комитете по образованию. И мне кажется, что было бы правильно над этим предложением поработать. И это возможно. Потому что, во-первых, так нельзя жить дальше. Я во время своего выступления в Госдуме сказала, что учителя, педагоги всех уровней образования – это наши бойцы образовательного фронта. Это наша гуманитарная армия. Мы финансируем хорошо нашу армию военных. Понятно. Они тоже выполняют очень важную миссию. И я сама из семьи военной. Я знаю, что это такое. Туда люди не идут за зарплатой. И даже когда были времена голодные, они не получали ничего, ни пайков, ни денег, они все равно отстаивали интересы государства. Они служили, они несли службу. Учителя такие же. Вне зависимости от дохода они учат, они созидают и они создают. Они создают не продукт, они создают человека. И фактически от этого человека зависит и будущее государства. Поэтому, конечно, сегодня нужно педагога поддержать. Дать зарплату, дать систему восстановления, придать статус, перестать его трясти за грудки, за неуча ребенка, за отсутствие результатов, за рейтинги, за единый госэкзамен и прочее. Очень много проблем. Этими проблемами нужно заниматься. Нужно помочь сегодняшним молодым педагогам, которые не планировали, например, идти в педагогию, но они уже туда попали. И обучились, например, там, ввиду того, что они пошли по конкурсу на другую какую-то специальность. Им надо дать возможность остаться в профессии, доучить, восстановить эти пробелы, убрать. Научить быть учителем. Научить быть учителем. То есть мы должны признать все проблемы и поработать с ними. Что хотите пожелать республике в 2017 году? Республике мне хочется пожелать в первую очередь благополучия. Потому что очень трудолюбивые люди, которые работают каждый день над благосостоянием своей семьи, работают с тем, чтобы республика процветала и очень ответственно относятся к своим детям, к своим родителям, к решению проблем. Поэтому я думаю, что у таких людей, которые на Деда Мороза надеются, а сами не плашают, обязательно будет все очень хорошо. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была Алена Аршинова, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Чувашии. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова